Когда-то ко мне подошла во время одной дискуссии женщина в перерыве, профессор из крупного нашего города. Я говорю, сколько получаете? Она говорит, 15 тысяч. Я говорю, как, можете съездить, наверное, Лувр посмотреть или что-нибудь еще? Она говорит, машет рукой, да ладно, ладно, она сдержанная, человек лет 40. Потом хватает вот так, за лацканый пиджак, говорит, скажите, что с детьми-то будет? С детьми что будет? Понимает ли каждый здесь находящихся? Что будет с детьми и нашим будущим, если оранжевая чума победит? Понимаете? Вы это принимаете? Но тогда каждый из вас, это рыцарь будущей армии, это не рядовой, это рыцарь будущей армии. И каждый из вас отвечает за то, чтобы эта армия собралась в решающий момент. Она соберется или нет? Да или нет? Я зову сюда Максима Калашникова, известного блогера, который все время мне говорил, а где ж националисты, Сергей Ирландович? Максим, где они? Мы вместе? Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, друзья! Я тоже очень жалею, что среди моря красных флагов нет имперских. Хотя я всю жизнь занимаюсь тем, что обеспечиваю смычку между красными империалистами и империалистами-националистами. Но, дай бог, все, мы не последний раз собираемся, и эта смычка будет и на площадях. Я дважды был, кстати, на Болотной. Вы знаете, там оранжевых-то меньшинство, они в основном на трибуне. А в основном, в основная масса, это красные имперские флаги. Просто люди еще не поняли, что они обеспечивают свою энергию именно оранжевых. Но с Болотной надо нормальных людей вытаскивать. И придя сюда на митинг 23 февраля, я давно обещал, я и пытаюсь навести эти мосты. Но буду краток и говорить по делу. Понятно, что началась подготовка к либеральному оранжевому перевороту. Главные-то оранжевые, они в Кремле сидят. Это определенная часть власти. Понятно, что на честных выборах они не имеют ни малейшего шанса прийти к власти. А народ от них тошнит, народ их сметет, значит остается одно, переворот. Как? Тоже понятно. После 5 марта должны выйти большие толпы на улице. Полиция, милиция, МВД будет парализованы. Армия займет выжидательную позицию. От Путина начнут отшатываться один соратник за другим. Оттуда побегут из его стана олигархи, министры и прочие. К нему придут, как Николаю Второму. Отрекайся, мужик. А дальше Временное правительство 2. И смотрите дальше. Это фактически второе издание февраля. Значит, нам надо быть готовым. Стать параллельной властью в этот момент. Нужно создавать наш национально-патриотический блок. Не оранжевая позиция. Совершенно верно. Я здесь на стороне Сергея Ирландовича. Что бы о нем ни говорили. Я думаю, что почти век назад наши предки сумели противопоставить ничтожному временному правительству узурпаторов свой совет тогда рабочих и крестьянских депутатов. Фактически нужно готовиться создать новый совет. Уже не рабочих и крестьянских, а народных депутатов. Фактически наше народное правительство, параллельное, которое потом им возьмет власть. А то, что это Временное правительство 2, а делается, у меня нет никаких сомнений. Подготовку к перевороту они начали. Они уже устами самих либеральных деятелей признали, что выборы 96-го года были незаконны. Что с 93-го года власть тоже незаконна. Один шаг до того, до объявления Российской Федерации преступным государством. Их устами. А потом учредительное собрание и горы трупов. Мы должны сорвать этот план. А пока эта власть есть, я думаю, что на нее надо давить. Я думаю, что мы должны сейчас выдвинуть набор конкретных требований. Вот от себя, от Максима Калашникова хочу предложить. Давайте сейчас уже, смыкая наши ряды, потребуем от власти никакого вступления в ВТО. Динонсировать, тертой матери. Голосуем. Принято. У вас есть бумага для голосования. Принято. Второе. Отменить 282-ю статью русскую. Я очень жалею, что на трибуне нет профессора русского спецмаза Владимира Квачкова. Он и другие политические заключенные должны быть освобождены. И еще один пункт. Я призываю над ним подумать. Может быть, стоит потребовать от власти созыва конституционного собрания. Не учредилки, а конституционного. По конституции. Потому что эта власть завела страну в тупик. Я лично ей никогда не прощу 13 миллионов уничтоженных только в Российской Федерации. Легкого выхода из тупика нет. Но у нас есть под конституцией право потребовать созыва конституционного собрания. Я призываю над этим подумать. Может быть, и это требование стоит. Подождите еще. Значит, я предлагаю другое. Если, и мы сейчас об этом договоримся, если уже зайдет вопрос о том, что вся власть нелегитимна, а нам надо бороться за легитимность, потому что мы прекрасно понимаем, что начать развал легко, а кто потом станет хозяином, понять трудно. То я называю один единственный легитимный орган, исходя из их же посылов, исходя из их же рассуждений. Тогда легитимный орган, не Круглый стол 12 декабря, и не Болотная Сахарова. Тогда легитимный орган, это съезд народных депутатов РСФСР, расстрелянный Ельцином. Пусть этот орган организует следующий переходный процесс и новые выборы. Если они хотят все для легитимировать и навязывать нам это, мы говорим, что у нас и на это есть свой ответ. Принимаем такой ответ. Да или нет? Принимаем. Я хочу закончить свое выступление словами поэта, моего друга Андрея Рокотова. Я плевал на неверие. Завтра будет империя. Вперед, ВСР-2! Спасибо, друзья!